привет друзья с вами кузнецов дмитрий потешный такой небольшой ролямбо я вам тут собрал нашел точнее покопался то что мои помощники мне одобрили лежал давно этот ролик значит первое коллекторское бюро это по моему но там не то чтобы там дебилы там самые такие незадачливые работники вот такие вот эти знаете как вот 12 стулья говорила стоп бендер голубые воришки такие вот сейчас вам голубой воришка такой он сам стесняется того что он говорит я ему сейчас расскажу что нет такого документа исполнительное производство исполнительное производство это суть действия юридического и исполнительное производство реализуется на на основании исполнительного листа если даже вдруг у тебя на руках судебный приказ то на основании судебного приказа может быть реализовано исполнительное производство ты приносишь судебному приставу эти документы и только после этого начинается исполнительное производство правильно в конце ролика тебе сказал твой оппонент автор ему кстати огромное спасибо за выдержку и тонкий юмор что учим отчасти иди учись а еще в каком-то ролике давно таком коротыша я просто запомнил эту фразу наш автор один из наших авторов сказал учить вас надо а ему в ответ коллектор шагерит меня не надо учить он не так кратко и лаконично надо вас учить придурков так вот весь наш канал это для вас тоже особый учебный материал понимаете такой сочный конкретный и очень очень правдоподобный и дай бог чтобы хоть какая-то часть этих безумцев которые думают что коллекторские конторы это круто это навсегда уменьшилось чтобы люди наконец-то взялись за у ну а автору я выражаю благодарность за материал конечно же вам хорошего настроения всем кто слушает этот ролик коллектором побольше мозгов ну и нам с вами чаще пробовать пользоваться теми самыми мозгами как я люблю горит надо друзья включать мозги все чем пользуются коллекторы и службы взыскания банков банков это наше незнание и на основании незнания сформированный устойчивый страх вот с этим чувством надо бороться и жизнь станет совершенно другой подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки канал морозится поэтому не забывайте дублировать лайки проверяйте чтобы они оставались нажимайте на колокольчик чтобы своевременно узнавать и выходить нового материала а теперь слушаем наслаждаемся первое коллекторское бюро и избиение младенца здравствуйте игоря васильевича но не отношения ваших долговых обязательств я альберт ворсикович первого коллекторского бюро фамилия худая но взговор записывается у вас долговое обязательство игорь васильевич возникли в кредитной организации ранее возникли в кредитной организации кредит европы плюс тысячи пятнадцатом году вам был тринадцатом году он был включен кредитный договор и в этом же году через четыре месяца вышли на просвочку тем самым нашу свой кредитного договора организация выставила на торги данный договор эти торги были выиграны первым коллекторским бюро и с 2018 года 16 ноября мы являемся вашим кредитором и васильевич но и и я вам звоню конкретно по вашему долговому обязательству на общую сумму 55 138 рублей 18 копеек ну вы готовы к погашению на задолженности нет не готов а по какой причине желание нет ну и кричит евро и кредит европ кредит европа плюсом и никогда никаких отношений не имел а кто заключал договор не знаю я так понимаю в судебном порядке будете решать вопрос ты сначала читай внимательно чё-то человеку впариваешь а потом говори на кредит европа плюс а кредит европа банк какая разница твою мать вот и даешь как 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 понимать какая разница и игорь васильевич я чё вам прекрасно же среди вас имеется такого обязательства мне да вы должны понимать что это один из последних зондов который вам поступает играть и что вы отказывается на карел а не дрожать 4 я вам сейчас звоню чтобы договорить с вами конкретно по погашению данной задолженности либо мы в судебном порядке на всякий вопрос документ исполнительного производства у нас на руках да ты чё какие ну-ка расскажи какие у тебя документы на руках то есть вы игрался у тебя там почта на логике ну ты мне сейчас он прям у тебя там сейчас записано моя почта вот ты мне сейчас вышли копии документы которые у тебя есть на руках пришли и мы с тобой поговорим базар у них нет что вас просто просто сейчас приступу списывать деньги на креста когда мы передадим их им исполнительное исполнительное производство документ у нас на руках вы слышите меня вы или не понимаете что я говорю я прекрасно понимаю что ты мне несешь какой ахинею ты мне пытаешься спарить это еще раз говорю если ты хочешь со мной договориться по закону и по правилу вот то пришли мне на почту то что у тебя есть но ты же не пришли я вам говорю что будет передача этого документа судебным присталом как его не его раз мне скажи какого блять документа то исполнительное производство плохо понимаете что я муж как раз то что значит что значит исполнительное производство что вот объяснение а вы не знаете что такое да я-то знаю я юрист по образованию а вот ты это знаешь это документ на основании которого ну в судебный приставы будут дыскать с вашей пользы нашей организации документ подтверждаю документ арматуру на работе разговоры говорю вам еще раз подать разговора и дополнительное производство у нас на руках осталось передать его только судебным приставам если вы сейчас добровольный парад это один из последние звонков которым поступает ну отказывайтесь погажать они то что ту в будет документ перед вам можно бы ум闭 ... у меня на руках лучше это руковод руководство руководства... судебный приказ у тебя на руках судебный приказ у тебя на руках и решения суда у тебя на руках чего у тебя на руках? Решение на руках Решение на руках Ебать ты, ребенок, блядь Ты в курсе, что судебное решение Судебный приказ А, поправился, твою мать, а Вспомнил, блядь, чего учили Слушай, ты Либо еще раз курсы пройти по вашей Подготовке, блядь Потом уже звони, хорошо? Ребенок, блядь Все, давай Здравствуйте Да, да, здравствуйте Александр Александрович Свирковов Разговор записывается Первое коллекторское бюро Игорь Васильевич В отношении вашего кредитов Ранее был Десят пять тысяч 138 рублей А, и Пожалуйста Чего-чего-чего Вы пропали, не слышал Позиция ваша Да, да Говорю, позиция ваша Уточните, пожалуйста По поводу долга Какая вам позиция нужна По поводу долга А что вам конкретно Уточнить Мое отношение к вам К долгу Почему? К долгу, конечно Ага Понятно Вам на русском языке На русском языке А на официальном Ну, я помогаю Оборвала Говорите-таки по-русски Мы с вами по-русски общаемся Ну, хорошо Ну, если по-русски И если неофициальным, так сказать Не деловым языком А, официальным А официальным Деловым языком Долга я Не хочу Да Хорошо Почему? Не хочу Чего? Ничего Алло Блин, поменяйте сотовый телефон Я вас не слышу Из тебя Алло Да, да, вот сейчас А, вот сейчас Да, вот сейчас Лучше Ну, я сказал Не хочу Дальше Не хотите Что? Чувак не третий Ну, не хочу Признавать долг Дальше Чего? Чего? Да, не хочу Че непонятно У нас чем сядут Ну, с тем, что не хочу Понимаешь, может человек Не хотите Вы кредитовались В этом банке? В Европе-то? Да Конечно Кредитовались Ну, да Ну, вы осознаете Да, что на просрочку Вы ходили По долгу Ну, к самому собой Не закрывали Ну, конечно Осознаю Да Так, то есть О том, что долг Есть у вас Вы знаете Ну, конечно Знаете Ну, да Если вы знаете Что у вас есть задолженность Почему Не хотите Как бы Признавать Чем сядут Так, почему Я ее признаю Но платить не хочу А, не хотите Платить То есть Долг-то Вы признаете Да То, что Выразили Что я не признаю Долг Ну, да Долг признаете Да Да Только Беда В том То, что я признаю Ты ее перед банком А не перед вами В общем, дел Знаю Что Ничего А почему Перед банком Признаете Перед нами Нет А кто Кредитором Сейчас Нынешно Это Откуда гости Вдруг приехали Если так На русском языке Откуда Что Откуда Гости Вдруг приехали Я говорю Что Ты вдруг Стал Моим Кредитором Вашим Кредитором Является Не сотрудник Конкретно Ваш Кредитором Является На основании 388 статьи Гражданского кодекса Право По требованию Банком Переуступлено Когда Я говорю Когда Переуступлено Когда Переуступлено В 18 В 18 Году Очень хорошо Но Документы Где Документы Где На право требований Долго Документы Какие Документы Где У вас То Что Вы Какие Вы Право Требований Вступили В право Требований У вас Должен быть Документ То Что Банк Вам Перезал Вообще Весь Пакет Документов Где Вот Вы Не Придете И Скажете Вот Игорек Вот Я Блин Вот Теперь Твой Кредитор Вот Документы Отдай Отдай Мне Деньги Где И Ваши действия Ваши действия Я Несколько Раз Уже Говорил Направьте Мне На Почту Сканы Вот Всех Документов Необходимых Для Право Требований Для Вступления Право Требований Ну Отважен Так Ничего Нет Ну Если Допустим Направим Тогда Ваши Какие будут Но Если Вы Мне Направите Полный Пакет Документов Чего Вы Сможете Сделать То Базар Не Я Горю Если Вы Мне Направите Полный Пакет Документов То Что Вы Имеете Полное Законное Право Требовать Мне Этот Долг То Тогда Будем Разговаривать Не Вопрос Я Говорю Но Вы Этого Не Сделайте Будем Разговаривать Тогда Будем Разговаривать Предметно Договариваться О Погашение Долга Чего Вы Хотите Собственно А с кем Я Разговариваю Сейчас Скажи Мне Вообще Вот Ты Сам Адекватный Человек Ты Звонит Непонятно Кто Ты Даже Не Уверен Кто В том Ты Разговариваешь Может Я Адвокат Адвокат Да Может Доверенно Игорь 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 Ничего Ограрного Недоверенности Допустим Вот Он Может Не Хочет Общаться Допустим Слажив Игорь Есть Представитель Основной Доверенности Я Говорю Еще Раз Если Если Я Доверенное Лицо Которое Действует На Основание Доверенности Ты Не Знаешь Я Скажу Что Я Путкин Василий Васильевич Вот У Меня Есть Доверенность Как Ты Проверишь Никак Так Ну Вы Зачем Присомогатель Ну Да Я Игорь А Ты Кто Я Гля Ты Кто Такой Я Представился Ты Представился Хорошо А почему Я Должен Тебе Верить А Вдруг Ты Мошенни Я Не Примогаю Вам Проплату Провести Просто Правильно Подожди Слушай На словах А на чем Ты Мне Предлагаешь Я Документ Хотит Показал Действие Дальнейшее Да Понимаешь Че Доступ К этим Данным Может Получить Кто Угодно Сейчас Сейчас Все Продается Так Ну Вот Поэтому Я тебе Не верю Да Все Базы Данных Все Продаются Ну Не Болтай Ну Все Маленькие В натуре Ладно Все У меня Дед Кончился Вот Мы С тобой Поговорили Я Вас Послал Нахер В очередной Раз Ну С вашим Долгом Думайте Что Делать Удачи Дорогой Игорь Васильевич Друзья Ну Что Вот Думал Один Ролик Выложить Выложил Два И Не Жалею Супер Классно Спасибо Автору За Вот Это Все Представление Ну И Конечно Нельзя Не Поблагодарить Нашего Доблестного Умалишенного Коллектора Которого Так Легко Поставить В тупик Причем Он Сам Себя Поставил В тупик Когда Пошел На Эту Работу Уперся В стену Разворачивайся Дружок Посмотри Вокруг Жизнь Не Так Как Тебе Рассказали Твои Рабовладельцы Друзья Я Прав Я Думаю Что Я Прав Напишите Пожелания В комментариях Для этого И других Обмороков Так Друзья Я Хочу Вам Вопросы В 15 00 Я Выйду Прямой Эфир И мы С вами Пообщаемся Предполагаю Что Это Займет Где-то Час То есть Вы Будете Писать В чате Свои Вопросы Я Буду Отвечать На Эти Вопросы Естественно Не на Все На Тех Что Успею Что Смогу Но Я Уже Говорил Это Будет У нас Теперь Регулярно Проходить Потом Вы Сможете Уже В записи Посмотреть Этот Материал И В комментариях Выложить Свои Вопросы На Которые Мы В Следующем Уже В прямом Эфире Сформируем Какие-то Ответы Ну Что На Этом Все Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Не Забывайте Нажимать На Колокольчик Чтоб Своевременно Узнавать О Выходе Нового Материала На Нашем Канале С Вами Был Кузнецов Дмитрий Центр Юридической Защиты Компания Алян До Свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова